Здравствуйте, меня зовут Ольга и я рада вас приветствовать на своем канале о вязании. Сегодня я хочу снять видео полтологического жанра и побеседовать с вами на тему вязания и рукоделия в целом в религиозные праздники. Сразу скажу, что у меня в кадре я вяжу сейчас, начала вязать свитерок для своего сына из верблежьего пуха. И вот эта тема, мне кажется, она волнует практически всех рукодельниц, которые так или иначе считают себя людьми духовными, придерживаются каких-то религиозных правил, то есть не лишены религиозных чувств, для кого Бог — это не пустой звук. Я посмотрела много роликов на ютубе на эту тему. Это были мнения вязальщиц, это были мнения священнослужителей. И у меня на этот счет есть что сказать. И вот сегодня я хотела бы поделиться своим взглядом на данный вопрос с вами. Сразу скажу, что я являюсь христианинкой, я исповедую православие. И, естественно, мой взгляд на жизнь, на этот мир, он происходит через призму православной религии. И этот вопрос, вот рукоделие, в частности вязание в религиозные праздники, он достаточно остро стоит для нас, христиан, потому что с детства мы научены тому, что вязать в празднике нельзя, нельзя шить, нельзя заниматься уборкой и, в принципе, работать. И вот я думала, как же отношусь к этому я, потому что, с одной стороны, Бог для меня — это не пустой звук, я считаю себя верующим человеком. Я посещаю храм, я читаю Евангелие, и, естественно, стараюсь свою жизнь организовывать в соответствии с теми правилами, которые нам диктует церковь. По церковью я понимаю не организацию, а то есть Божий дом. И вот я согласна практически со всем, что говорят другие вязальщицы о том, что вязать можно. Но всё-таки для меня этот вопрос более глубокого характера. И сегодня я попытаюсь объяснить свою точку зрения. Это вообще-то очень сложный вопрос, несмотря на его довольно-таки, казалось бы, простоту. Он сложный. И здесь, наверное, никто не даст вам чёткого ответа, потому что все люди разные. И у всех даже разное представление о рукоделии, о том, что это вообще такое. И вот я хотела бы обратить ваше внимание на календарь. Вот у меня в руках православный календарь. И мы видим, что есть некоторые даты, они отмечены красным цветом. Это дни великих праздников, их в году 12. Половина из них посвящена Господу нашему Иисусу Христу. А вторая половина — Богородица Деви Марии. Также красным цветом отмечены все воскресные дни. И вот считается, что в эти великие праздники нельзя заниматься рукоделием. Когда нам говорят, что просто нельзя, не объясняют почему, то мне кажется, что, наверное, люди даже сами не знают правильного ответа. Просто говорят «нельзя». А почему нельзя? Ответить не могут. И это больше схоже на ветхозаветное понимание. Потому что людям Ветхого Завета была дана заповедь не работать в субботний день. В субботний день нельзя было делать ничего. Но на то время люди были совершенно другие. Они были более жесткие, более прямые. Жертвоприношения в храмах совершались кровопролитием, приносились жертву животные. И вообще жизнь была совершенно другая. Иисус Христос пришел и изменил наше сознание. И мы, люди Нового Завета, мы кардинально другие. Мы полностью отличаемся от людей Ветхого Завета. Так вот, для тех ветхозаветных людей было дано это правило — не работать. И им не объяснялось, почему. Потому что им было проще просто запретить. Действительно, вот просто сказали «нельзя», значит «нельзя». У них было так всё. Зуб за зуб, глаз за глаз. Нет детей, значит, грешные. Совершили блудодеяние, побили камнями. То есть всё было намного проще и жёстче. Современному человеку, подсовременным я понимаю, человеком Нового Завета, такой расклад не устраивает. Нам нужно объяснить, почему. Нам важно найти ответ. Нам важно копнуть в суть, рассмотреть вопрос более глубоко. И просто обычный запрет нельзя. Он либо основан на вот таком вот ветхозаветном понимании этого правила, либо на чисто языческом, либо каком-то суеверном. Нам часто бабушки или вот люди старшего поколения говорили, нельзя заниматься рукоделием, потому что Бог накажет, там чуть ли не до седьмого колена, ручки, ножки отсохнут и так далее. Если ты постирал в воскресенье, то ты потом будешь всю неделю заниматься стиркой. Если ты что-то связал, то ты потом будешь перевязывать. Но вот это всё чистой воды суеверия, язычество, которому верить ни в коем случае нельзя. Это является грехом. Бог такими делами не занимается. Он занимается более серьёзными вещами. Он спасает наши души. Он никому не отрезает пальчики. Вот как расскажу вам пример. Когда моя мама была маленькая, ей подарили детскую швейную машинку. И она на ней строчила день и ночь. И пришли гости. Была какая-то знакомая моей бабушки, которая увидела, что она шьёт. Это было воскресенье. И сказала, «Ночью придёт Боженька и отрежет тебе пальчики». Как моя мама перепугалась. Она всю ночь не спала, смотрела на форточку. Ей казалось, что Боженька через форточку придёт, но это же ребёнок. И она просыпалась, то есть падала в сон, просыпалась в ужасе, перечитывала пальчики за 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и опять засыпала. И вот представляете, какой это был стресс для ребёнка. Ведь она-то поверила. И насколько вот мудрая была та женщина, да, в кавычках, которая такое сказала. В общем, когда нам говорят, что если ты будешь вышивать или вязать, или что-то делать в воскресный или праздничный день, у тебя там что-то случится страшное, то это, знаете, это полнейшая ерунда. Ничего не отвалится, ничего не поотсыхает. Вопрос, как я уже сказала в начале, намного более глубокий. И вот я не зря обратила ваше внимание на православный календарь. Вот я возьму его ещё раз. И посмотрим. Вот, это февраль. 15 число, встретение Господня, это завтра, великий праздник. Это не встреча весны с зимой, это когда правильный старец Симеон встретил Богомладенца Иисуса. Вот, в этот день не принято работать. Он отмечен красным. И также 4 воскресенья. Вот сейчас к этому вопросу о воскресеньях я сейчас вернусь. Так что же принято делать в эти дни, если не принято работать? Разве принято отдыхать? Нет, эти дни нам даны не для того, чтобы мы не забыли полежать на диване, плотно покушать и расслабиться под какой-нибудь фильм. Эти дни нам даны воспоминания. То есть, церковь вспоминает значимые евангельские события, которые мы, как христиане, должны также почитать. и в этот день каждый из нас просто должен остановиться, убрать по возможности всю суету из своей жизни и просто обратить свой взор к небу и подумать о чём-то вечном, подумать о духовном, подумать о спасении своей души. и это никак не связано с отдыхом на диване точно так же, как никак не связано с вязанием. Мы должны в этот день по возможности посетить храм, помолиться, почитать акафист, сделать какие-то милосердные дела. Под милосердными делами понимается помощь ближнему, ведь ближний это не тот, кто ближе к нам, кто нужен нам, а тот, кому нужны мы. Это может быть совершенно незнакомый человек. И вот эти дни посвятить Богу значит посвятить Его людям, служению людям, ведь когда мы служим своим близким, мы на самом деле служим Богу. Если мы сходили в храм, желательно исповедались, причастились, мы можем после этого заняться какой-то работой, которая будет во благо нашей Душе. Является ли вязание таким делом? Но здесь уже каждый решает для себя. Бывает, что является, а бывает, что и нет. Если мы ляжем в этот день на диване, будем кушать суши, смотреть какой-нибудь фильм наподобие Волксволд-стрит или какой-нибудь бразильский сериал и вязать, ну, к примеру, не знаю, мужские стринги, да, то, конечно же, это вязание не является спасительным. Но, если мы просто соберем свои мысли в кучу, помолимся, будем смотреть какие-то спокойные передачи, если мы хотим отдохнуть телом, и просто повяжем для того, чтобы занять свои руки, ведь вязание это, оно способствует тому, чтобы подумать о чём-то хорошем, да, не только о каких-то бытовых вещах, но и о духовных, то почему бы нет? и вот иногда я слышу такие мнения, что в праздничные дни я не вяжу там Пасха, Рождество и так далее, а по воскресеньям вяжу спокойно. Но разве воскресенье это меньший праздник, чем, к примеру, Рождество Пресвятой Богородицы или Павла и Петра или Николая Чудотворца? Нет, это больше праздник. Воскресенье, каждый воскресный день, это Малая Пасха. Это день, когда мы должны вспомнить о том, что Спаситель принёс себя в жертву, был распят на Христе за наши грехи и воскрес ради нашего спасения, для того, чтобы даровать нам вечную жизнь. должны помнить о том, что будет ещё его второе пришествие во славе и будет страшный суд. Вот для этого нам даны воскресенье, не для того, чтобы расслабиться и покушать салатика оливье, а для того, чтобы мы не забывали об этом. Это основа основ. И воскресенье это Малая Пасха, ещё раз повторюсь. Это больший праздник, чем некоторые те дни, которые отмечены в календаре красным цветом. Ну и вот, допустим, завтра у нас праздник встретения, и он выпадает на пятницу. Это будний день. Естественно, это не государственный праздник, это рабочий день, и хирург пойдёт делать операцию. Строитель пойдёт строить дом, учитель пойдёт учить детей. И это не считается грехом. Никто вам не скажет, что это большой грех пойти и взять скальпель в руки и спасать человека. Или не знаю, учить кого-нибудь уму-разуму, высшей математике или физике. Но если вязальщица, если женщина работает дома, если вязание это её основной заработок, это её работа, пусть она работает на дому, но это её насущный хлеб, то почему мы должны говорить, что это грех, что она за это будет чуть ли не воду гореть? Она точно так же пойдёт в этот день на работу и будет стараться заработать пропитание для своей семьи. И это не является грехом. Поэтому путать, смешивать праведное с грешным является ещё большим грехом, чем просто посидеть повязать. и также мне бы приведу два примера. Когда-то я вязала в праздник, это было Рождество Пресвятой Богородицы, я вязала своему сыну джемпер. И мне нужно было довязать до холодов, уже как раз начинались холодное время года, осень, ему нужен был святый рук. И я в этот день вязала. И как-то у меня, знаете, не было даже зазрения совести, что я вяжу и что понесу за это какую-то кару. И этот святый рук он носит уже второй год, он его согревает, мы его надеваем, когда он болеет, и он, знаете, даже быстрее выздоравливает. Возможно, это мои домыслы, но вещь получилась отличная, очень удачная и очень тёплая. И был второй случай тоже в моей жизни. Наверное, не один, но я вам расскажу один. Я очень хотела быстрее закончить шапку. И вот я знала, что в воскресенье мы идём в храм, и вот мне хотелось эту шапку уже одеть, но что-то я так себе вбила в голову, что я должна в ней пойти. И я до поздней ночи довязывала эту шапку, уже было за 12, а я всё-таки старалась побыстрее закончить, чтобы утром её одеть. Что вы думаете, на утро она была мокрая, потом я её несколько раз перевязывала, в итоге я её распустила. То есть первый раз, первый случай, я старалась не для себя, я старалась для ребёнка, и я думала о ком-то, не о себе. Во втором случае, я думала только о себе, я просто хотела одеть эту шапку, не знаю, показать кому-то, или просто мне что-то так в голову взбрело, и у меня ничего не получилось. То есть первый раз я вязала на Великий Праздник, второй раз я вязала уже, считайте, в воскресный день, то есть уже была ночь на воскресенье. Вот такие вот два случая. поэтому вязание может быть греховным, если мы к этому неправильно подходим. И очень часто на самом деле когда мы вяжем воскресенье или праздничный день, мы говорим в этом же нет ничего плохого, что-то такого, что я вяжу. Но часто за этим скрывается просто личный эгоизм и желание сделать то, что я хочу, и я не хочу этим пожертвовать ради Бога. Но вот есть такое, лично у меня такое бывает, и я стараюсь с этим бороться. То есть если есть возможность не повязать, если есть более важные дела, лучше я сделаю что-то более важное. А потом у меня найдется время вечерком, я уже повяжу. И мне кажется, что когда будет страшный суд, Бог не будет меня спрашивать о том, а вот знаешь, ты вязала воскресенье, ты сидела и вязала, нет тебе прощения, нет, Он спросит меня о том, что я осуждала в этот день и в любой другой, что я злилась, что я скверно словила и ряд других грехов назовет мне. А вязание, я думаю, возможно, я, конечно, не знаю, как это все будет происходить, возможно, мне Бог упомянет этот момент, но я не думаю, что это будет основой к тому, чтобы определить, куда мне, вверх или вниз. Поэтому, в общем, такое мое мнение на этот счет. Еще раз повторюсь, что этот вопрос намного более глубокий и серьезный. И здесь каждый из нас решает для себя, как к этому относиться. И если вы считаете себя религиозными людьми, верующими, то просто задайте себе вопрос, стоит ли в этот день мне заниматься рукоделием? Или я могу как-то по-другому послужить Богу? Если нет, если действительно это вы считаете, вы чувствуете, да, вот на уровне души, что это спасительное занятие, то вяжите. Лучше вязать, чем заниматься какой-то ерундой, которая действительно не принесет никакой пользы. Лучше делать то, что принесет какую-то пользу, чем то, что принесет нам вред. Вот такое мое мнение. Я надеюсь, вам было интересно это послушать. И я желаю вам успехов в творчестве. всем хорошего дня. И благослови вас Господь.